Всем привет! 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Ну и как к этому дню не приурочить ролик, который меня зрители просили сделать еще в прошлом году. И хоть и с опозданием, но выполняю обещанное. Сегодня мой обзор крупнейшего в Украине продавца электроники и всякой всячины интернет-портала «Розетка». Как, покупая товар на крупнейшей интернет-площадке страны, быть уверенным в его качестве, легальности и защите своих прав как покупателя. Если для вас это, конечно, важно. Поехали! Начинать я люблю со статистики. В ноябре прошлого года в Черную пятницу «Розетка» похвасталась тем, что продала 300 тысяч товаров, а Владислав Чечеткин удивил цифрой, заявив, что в этот день средняя скорость продаж на «Розетке» составляла 1,2 миллиона долларов в час. Отличный показатель, говорящий не только о том, что украинцы все больше доверяют онлайн-шоппингу, но и о том, что продажи «Розетки» растут. Растут за счет постоянно увеличивающегося ассортимента. «Розетка» уже давно продает не только ноутбуки, фотоаппараты и другую технику, но и бытовую химию, автотовары, детские игрушки, продукты питания и т.д., постоянно расширяя свой ассортимент товаров. Для многих фанатов этого сайта станет открытием, что на портале «Розетка» на самом деле живут две «Розетки». Одна – это надежный интернет-магазин с многолетней репутацией, отвечающий за продаваемый товар и дорожащий своим именем. А вторая «Розетка» – это маркетплейс, на котором товар может продавать каждый. Надо отдать должное креативу маркетологов и пиарщиков «Розетки», так как благодаря их усилиям обе «Розетки» настолько переплелись между собой, что покупая товар на этом сайте, вы очень часто думаете, что берете проверенный и сертифицированный товар с гарантией у надежного продавца «Розетки», хотя на самом деле рискуете купить нелегально везенный товар без документов и гарантии. А имя самого продавца вы не узнаете никогда. Как все выглядит на практике? Открываем сайт «Розетка», выбираем товар и сразу увидим, кто нам его продает. Если указано, что продавец товара «Розетка», можете спокойно его покупать, вы ничем не рискуете. Этот товар имеет все соответствующие документы, сертификаты происхождения и гарантию, так как «Розетка», прежде чем заключить договор с поставщиком, выкручивает ему по этим вопросам все руки и дотошно проверяет все документы. И это естественно, это их лицо, это их репутация. При покупке такого товара «Розетка» как продавец обязательно выдаст вам фискальный чек, что для многих товаров является в Украине обязательным. Это касается смартфонов, планшетов, ноутбуков, всех Bluetooth и Wi-Fi устройств в категории «сложная техника». Например, вот моя новогодняя покупка камеры Sony на «Розетке». Товар официальный, чек фискальный, все красиво. Но, если выбирая товар на сайте, продавцом указана не «Розетка», а какое-то непонятное буква-сочетание, то здесь вы должны быть начеку и не спешить с покупкой. Ибо, расставшись с деньгами, вы можете оказаться один на один с проблемным товаром, а продавца не найти никогда. Почему? Потому что «Розетка» не имеет отношения к этой продаже, она же маркетплейс и всего лишь предоставляет свой сайт для его размещения, как полки в Ашане под колбасу из туалетной бумаги. При этом «Розетка» абсолютно не интересуется легальностью и качеством этого товара. Она не запрашивает сертификаты на такую технику и не несет ответственности за ее продажу. Вы наверняка обращали внимание на то, что названия продавцов на «Розетке» выглядят, мягко говоря, странными. Магазин «Май Маркет», «Эс Сторе», «Ай Премиум», «Алико», «Хиде», «Бабочки Минвид». Что это за магазины? Откуда они вообще взялись? Если вы попробуете найти о них хоть какую-то информацию, то Google вам покажет только сайт самой «Розетки» и все. Ни юридический адрес, ни код ЕДРПО, ни сайт, ни контакты, ничего. Ноль. Пусто. Почему? Потому что таких магазинов и продавцов не существует в природе. Они вымышлены. И «Розетка» не только в курсе происходящего, но и заставляет всех продавать товары от имени магазинов, которых нет. Вот анкета, которую продавец товара должен заполнить, прежде чем «Розетка» начнет рассматривать возможность вашего размещения на их электронной полке. Первой строкой четко указано, что название магазина и его логотип должны отличаться от вашего основного и через поисковик не должны выводить на реального продавца. Для чего это делается? С каждой продажи на маркетплейсе «Розетка» берет с продавца комиссионные. В зависимости от группы товаров они разные. По электронике это около 20%. Фиксируется количество продаж естественно самой «Розеткой», где вы и оформляете покупку. Если продавец укажет свой сайт или настоящее название, то есть вероятность того, что покупатель оформит покупку не на «Розетке», а на этом сайте. Вдруг там дешевле и вообще зачем нам посредник? В таком случае «Розетка» несет прямые убытки, теряет комиссионные с продажи, при этом неся затраты на обслуживание сайта и рекламу товара. А когда название фиктивное, то вам и деваться некуда, только заказывать на «Розетке», отталкиваясь от привлекательности цены. С точки зрения ведения бизнеса шаг понятный – во главе угла стоит заработок. Но тут возникает большой вопрос. Вы, как потребитель, имеете право знать, кто вам его продает. Но сделать этого не можете. И хорошо, если под фиктивным названием скрывается честный белый продавец с репутацией, который не пропадет через месяц, выполняет гарантию и отвечает за то, что с товаром полный порядок. А если нет? А если под выдуманным именем скрывается торговец нелегальными или, хуже того, проблемными, бэушными, восстановленными, ломанными, ворованными устройствами без гарантий, который, продав пару сотен гаджетов, испаряется вместе с вашими деньгами. На глазок же вы не определите, какая из этих выдуманных фирм кем является, где их искать и кто они вообще. Вот, например, как понять, кто такой и чем на самом деле занимается продавец айфонов магазин бабочки Менвид, который кроме топ гаджетов продает мишек из цветов, чай, корм для собак и котов, детские игрушки и бабочки. А магазин Хиде продает в основном настольные игры и, между прочим, телефоны OnePlus и Google Pixel, которые в Украину официально никто не импортирует, а соответственно, сервисного обслуживания у них нет, как и гарантий. Можно ли доверять такому продавцу, продающему все подряд под вымышленным названием? Давайте спросим у самой розетки, как мне понять, кто стоит за этими названиями и гарантируют ли они порядочность продавца? У них там еще такой ассортимент интересный, они там продают и корма, и чай, и мобильные телефоны, если у меня возникнут какие-то проблемы, потому что у них взаимоотношения только через новую почту, я могу обратиться на розетку? Розетка гарантирует, что они там будут обслуживать мой телефон, верну деньги, если мне там товар не подойдет? Розетка гарантирует это? Ну, это уже не от нас зависит, то есть вы полностью будете обращаться к данному магазину, то есть у вас отношение будет между вами и магазином, который продал товар. С нашей стороны мы только предоставляем рекламу данного товара на нашем сайте, то есть просто как торговая площадка. А полностью ремонты, либо же возвраты товара, возвраты, это все уже только через магазин. Конечно, если магазин не будет идти вам навстречу, то у нас есть свои жильщики влияния, есть отдел качества, который сможет повлиять на решение того или иного вопроса. Звучит не очень убедительно. И то, что название магазина вымышленное, мне так и не сказали. Кстати, насчет законности работы таких продавцов у меня есть большие сомнения, но все по порядку. Вы слышали о том, как продают наркотики системой закладок? Наверняка слышали. Без прямого контакта покупателя и продавца. Покупатель перечисляет деньги продавцу на карту, а он в условленном месте оставляет наркотики. Человек их забирает и сделка совершается без контакта сторон. Примерно так же на Marketplace розетка и продают технику некоторые продавцы. Почему? Потому что техника продается исключительно путем отправки ее через отделение, новой почтой, наложенным платежом или по предоплате. Как по мне, чисто анонимная продажа, при которой вы покупаете кота в мешке у непонятно кого. Как правило, продавцом техники окажется не фирма, а какой-то ФОП. Причем, как правило, даже не из вашего города. Этот ФОП, откровенно нарушая закон, выпишет вам, как подтверждение покупки, не фискальный чек, а товарный. И если у вас начнутся проблемы с устройством, то вы, пойдя в сервисный центр производителя, можете услышать, что гарантии у вас нет. Ведь еще с мая 2017 для гарантийного обслуживания сложной техники наличие фискального чека обязательные условия. О его отсутствии отличный способ отказать вам в его ремонте или замене. И все будет в рамках закона. Но вам об этом продавец не скажет. Ну а привлекать к ответственности ФОП, который вам его продал, дело вообще неблагодарное. Я проводил такой эксперимент с Цитрусом. Кому интересно, в описании к видео оставлю ссылочку. При этом многие из этих анонимных магазинов по телефону представляются розеткой. Или вообще не упоминают свой магазин. Говоря вот так. Алло, Евгений, добрый день. Добрый день. Меня зовут Виталий, звоню по поводу вашего заказа на розетке. Алло, доброе утро. Это интернет-магазин Харакард, розетка ЮАН. Чтобы показать все как есть, я сделал несколько заказов. Из разговоров с продавцами вы сами поймете и все услышите. Скидплейст розетка. Интернет-магазин розетка. Да, слушаю вас. Вы заказывали мэрбук и яс. И в следующий сегодня сможем вам отправить. Я хотел спросить по вопросу, там указано, что продавец не розетка, да? Нет, Инитич. А что это за компания, кто продавец, потому что техника как бы Apple дорогая, гарантия, там вопрос обмена, возврата. Производители месяц от нашего магазина, две недели только на Украине в возрасте. Если вы не хотите, то выйти мэрбук. Так, ты какие-то это компании есть? Потому что я в интернете не нашел, куда мне, если что, надо будет обращаться. Да, это розетка и есть в нашем сайте. То есть компания Инитич, это та же розетка, правильно я понимаю? Да. Алло, алло, плохо слышно? Да. А где вы находитесь? В территориально в Киеве. А где именно, где сервисный центр у вас? Сервисный центр нет, не бывает в Украине официальных сервисных центров. Мы отправляем в Европу, в случае чего. А какие документы вы предоставляете после продажи? Товарный чек, искальный чек? Гарантина, это он. Товарный чек будет, когда вы оплачиваете на отделение новой почты. Это является вашим товарным фискальным чеком. А приехать самовывозом, его у вас забрать? Самовывоз на своем на недоступен, работаем только через отделение новой почты. Наложенный платеж или перевод денег на расчет на счет компании. Хорошо, а проверить его там в случае чего? На отделение можно. Алло, 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 что следует? Да, на отделение можно. То есть, еще раз, чек вы какой, фискальный или товарный вы даете? Мы не даем фискальный чек, потому что вы оплачиваете на отделение новой почты. Это является вашим чеком. Самовывозом сумма, фамилия, имя. И за что сплачено. Подчеркиваю, даже при нахождении магазина в Киеве, продажи происходят только через новую почту. Никакого контакта или встреч, ни под каким предлогом. А почему? Потому что нет никакого ни офиса, ни магазина. А вдруг вы из налоговой или из таможни и накроете их склад нелегальной техники? Нет, только анонимно, как наркоту, закладками. Ну а с фискальными чеками вообще беда. Друзья, какой фискальный чек? В лучшем случае, товарный чек от ФОПа. А чек вы какой даете в подтверждении покупки? Фискальный или товарный? Ой, ну, наверное, товарный выезжает с печатью. Я просто не знаю, как это, фискальный или... Похоже, продавцы сами не понимают, какие документы должны быть и как они должны называться. Ну а круче всех на розетке работает магазин Евромарт. Это мой любимый продавец. Под этим названием скрываются офшорные компании, которые продают вам товар, находящийся в Польше на транзитном складе. Когда вы делаете заказ, его из Польши доставляет курьер почтового оператора Мистэкспресс, который потом выводит ваши деньги от покупки в офшор. Оплата тоже только наличными. При этом налоги с продажи и растаможку при ввозе этой техники в страну при этих продажах никто не платит, потому что фактически продажи в Украине и нет. Это и позволяет Евромарту предлагать хорошую цену на товар. Например, Xiaomi Redmi Note 5 на 32 гигабайта в конце прошлого года стоил у большинства продавцов, включая контрабандистов Citrus и Allo, 5,5 тысяч гривен. А у Евромарта его можно было заказать из Польши за 4 350 гривен. Вот две накладные Евромарта. В одной товар принадлежит компании Goldmine Technology, а во второй – компании iProTech, обе из Китая. Но на розетке эти компании продают под названием Евромарт. Мне кажется, что это магазины, аффилированные с самой розеткой, и через эту схему они демпингуют по стоимости некоторых гаджетов, пытаясь заполучить свою долю рынка смартфонов. Об этой схеме у меня был отдельный ролик, кому интересно, в конце будет ссылка. На этом, пожалуй, можно и подводить итоги. Итак, покупая технику на розетке, ориентируйтесь не только на ее стоимость, а внимательно отнеситесь к тому, кто вам ее продает. Желательно, чтобы продавец и его сервис-центр существовали физически, а не скрывались от вас, предлагая доставку и все отношения только через новую почту. Помните, что при покупке телефонов, ноутбуков, планшетов вам обязаны выдавать фискальный чек. Его наличие защитит вас от неприятностей с гарантийным обслуживанием. Нет чека, не покупайте товар. Все просто. На покупаемых электронных устройствах должен стоять знак украинской сертификации – трилистник. Это значит, что устройство попало в страну легально и предназначено для нашей страны. Оно не заблокируется при первом же обновлении. Кроме этого, вам должны предоставить возможность оплатить товар банковской картой. Если этого нет, это тоже сигнал к тому, что продавец – сомнительная структура. Следуя этим простым советам, вы сделаете ваши покупки на маркетплейсе «Розетка» безопасными, а пользование этими товарами принесет вам только радость. Кстати, вот ролик о том, к чему приводят покупки через ФОПов, а вот расследование о Евромарте. Наслаждайтесь и подписывайтесь, будет много еще всего интересного. Всем пока!